Итак, сегодня мы рассмотрим статью, которая опубликовала «Взгляд. Почему вымирает Прибалтика?» Здесь приводится мнение экспертов по демографии и экономике. И здесь есть анализ, как Прибалтика теряет примерно треть своего населения. Вначале идет мнение демографа и экономиста Яниса Херманиса, который указывает, что Республика Латвия находится в демографическом коллапсе. Сейчас у них самый низкий показатель рождаемости в столетии. Причина этого заключается в кризисе 90-х, когда просто рождалось мало детей. А вторая причина, собственно, в том, что в Латвии все меньше трудоспособных граждан, потому что очень многие мигрируют. И, как следствие, Латвия входит в десятку стран мира с наиболее стремительным сокращением населения. В общем, по прогнозам, еще где-то четверть населения примерно. В ближайшие 30 лет Латвия потеряет. Понятное дело, что в такой ситуации, особенно тяжелой ситуации, с молодежью, молодежь очень быстро сокращается. И в первую очередь сокращаются, так скажем, покидают Латвию те, кто являются специалистами. Ну, причина очевидна, это разрыв в заработных платах. В странах ЕС платят намного больше. В результате для Латвии идет процесс деурбанизации. Дальше анализируется ситуация в Литве. И здесь также ненамного лучше ситуация. В 1991 году было порядка 3,7 миллиона человек, то есть чуть меньше 4 миллионов. А сейчас где-то на миллион меньше, то есть примерно на треть. Литва также входит в число мировых лидеров по оттоку населения, самоубийствам, алкоголизму. Ну, и приводится мнение экспертов, что после присоединения к Евросоюзу Литва становится периферией. Дальше анализируется ситуация с миграцией уже в саму Литву. Это прежде всего украинцы. Вот, в следующем разделе анализируется, собственно, психология тех, кто еще остается. Жители Латвии и Литвы чувствуют себя несчастными. Дальше рассматриваются акции протеста. Вот, но самое интересное находится в том, что даже в условиях такой ситуации страны Балтии увеличивают свои оборонные бюджеты. И даже они прогнозируют ядерную войну на территории своего региона. Ну, и анализируют также дополнительные проблемы, которые возникают с миграцией жителей Балтии за границу. Например, дети без родителей становятся агрессивными и раздражительными. Да, и возможно, также на подобную ситуацию влияет то, что у президента Латвии дети живут в Германии и Великобритании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!